ну вот последний мой денек в кемере посмотрите какое сегодня красивое небо сегодня у нас очень хорошая погода будет после завтрака сразу на пляж все я позавтракал иду последний раз на морюшко сегодня море должно быть теплыми красивые завтрашнего дня в кемере вообще тут температура будет 27 28 градусов поэтому те туристы которые сейчас поедут с погодой повезет ночами не жарко так скажем сегодня вот наши туристы там ночью под замерзли даже сказали ну наверное не умеют пользоваться кондиционером на обогрев можно же включить кондиционер на обогрев опять код привет бежал молоденький пугливый вот цветы все любуюсь граната каждый день тут прохожу каждый день любуюсь долго не цветут не опадают я приехал они цвели до сих пор уже 15 дней цветут апельсины куры черные гуляют супермаркет надо сегодня что-то в дорогу себе легенькая купить зайти так машина летит подождем работы какие-то ведутся вот такое сегодня чудное небо такие красивые горы сегодня я их сниму сейчас подальше их будет лучше видно красивые горы красивый я последний раз иду по этой дорожке морю последний раз на море сегодня будет жарко очень вообще ни одного облачка около солнца так что оторвемся последний день на море сегодня четверг поэтому сегодня будет барахолка здесь у нас приездная гастролирующая зайдем еще туда возможно я сумку себе буду брать ну ты шмутить я мне уже некуда по весу брать поэтому шмуте точно уже не мой конек наш мучился на 30 килограмм такие тут улочки все выду ссылочки эту машину меня заедет задали несется вот такие улочки переулочки вот с такими красивыми пальмами это надо сфотать, кстати и вот такие пальмочки вон какие горы красивые сейчас я оптику переключу когда выйду на площадь, где видно хорошо горы и сниму их оттуда сейчас широкоуголка, она их отдаляет наоборот ну это все наш этот ботанический сад всегда по этой дорожке прохожу его фонтаны еще не включили, но днем видать включат, сегодня солнечно на ближайшую неделю дождей точно не обещают вот как я и говорил видите, куча автолавок это вот эта промышленная ворохолка которая в Кемере по четвергам на обратном, наверное, пути они только, наверное, раскладываются еще утро и, наверное, я на обратном пути чуть-чуть мальчик орет так что лучше выключу сейчас трансляцию иначе это будут бесконечные вопли ну, как я и рассказывал по понедельникам здесь продуктовая но в другом месте барахолка можно так назвать ярмарка, как ее называют по четвергам вот на другом конце города фактически промышленная еще только видите выкладывают товар готовятся потому что эти автолавки гастролируют они из одного города в другой переезжают поэтому в каждом городе она в свое в разное время на обратном пути с моря мы пройдем здесь вы же видите вывески на русском кожаные ремни так, нам надо найти проход чтобы пройти насквозь она большая они натягивают тенты видите получаются такие павильоны нам чтобы пройти насквозь нужно найти вообще люди уже вот покупатели приходят ну, лучше бамбуковые носки ну, лучше я это сделаю на обратном пути с моря здесь я смогу выйти 2-3 ряда длинных становится эта ярмарка ну и вот можно будет сравнить цены и потратить последние лиры чтобы за собой их не тащить очень много вот этих автолавок приезжает потому что вчера эта площадка была вообще свободная я по ней проходил кстати кинематографические машины эти синема так и стоят вот видите огромное количество автолавок длинные длинные ряды и вот они тянутся 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 через всю вот эту площадь еще и в несколько рядов так вот сейчас на центр площади отойду и сниму горы оттуда самый лучший вид на горы такие сегодня красивые горы тут немножко столб мешает и деревья но они сегодня прям такие ярко выраженные из-за того что воздух после дождей чистый очень хорошо их прям видно я уже облезаю все-таки умудрился я сгореть вот так вот такие горы такое солнце такое небо я пожалуй первый раз так рано иду на море как-то всегда в 10 в 11 не получалось так рано сегодня впервые так рано иду блин мухи задолбали мелкие какие-то мушки садятся на тело ну чего-то она меня раздражает бесит видите еще лужи после дождя ночью еще дождик был еще не высохло сейчас будет жара высохнет все муха прям летит со мной все садится на меня я не то что она думает хотя говорят мухи не ошибаются самое интересное сегодня только про эти машины кинематографические сказал и они стали выезжать ну как вариант возможно они привозили какое-то оборудование для Лазарева потому что там же для съемок все арендованное они же не из Москвы все это везут и может быть как вариант что-то и было здесь потому что вот как раз он вчера поздно вечером закончил съемку второй съемочный день у него закончился и вот они сейчас уезжают ну очень странно что здесь гримировочные стояли домики для артистов вот это странно они же должны быть на съемках а не тут ну возможно я просто ошибаюсь потому что если он снимал в Аланье конечно это далеко отсюда может какой документальный фильм снимают где-то здесь на раскопках кто его знает такие горы отсюда широкоугольный объектив вот они какие грандиозные большие такие цветули я наверное уже достал всех этой дорожкой она у меня к сожалению одна и та же только в разное время суток сейчас вот контровой свет так шпарит в глаза вот квалиста квалиста бич сейчас зацепимся к вай-фаю и начнем вещать и начнем вещать хороший сегодня воздух свежий после дождиков всегда тем более такие грозы были громы молнии гремели тут на всю округу это еще уборка идет судя по всему вижу не все так рано приходят как я сегодня да еще пустой пляж еще подметают убирают песни это клевая в этой стилизации еще видите пустой еще пляж сейчас я пока похожу морюшко поснимаю потом залягу кстати что оно не бирюзовое я думал оно наоборот красивое значит когда оно больше поднимется по горизонту выше будет красивое море сегодня с волной с Продолжение следует... 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 Такой последний день у меня в Тимире. Погода восстановилась после целого дня ливневых рождей. Я уже облезаю. Загорел достаточно мощно. Вообще так не помню, чтоб я когда-то загорал. Ну что, мы находимся в паре Квалиста. Мне сделали вот такой коктейль какой-то интересный. По-моему это кофе сверху жареный. Не знаю, сейчас попробую за мой отъезд. Нет, она так близко к экрану смотрится большой. В самом деле он не такой большой. В общем, последний мой день сегодня. Я себе позволил чуть-чуть алкоголя там. Да, есть. Да, это какой-то кофейный такой. В зонтиках и кусочков фруктов они почему-то тут не делают. Как в Вьеснаме или в Таиланде. Я попросил зонтик, они даже не поняли, что это такое. Ну кофе это как украшение. Жареный, но там стоит автомат, который я снимал. Он поджаривает кофе. Так вот такой вот. Ну а как украшение. Простите. Берия-то. Украшение. Украшение. Простите. Прощение с Киммером у меня такое было сегодня, слабо алкогольное. Все, сейчас сходим на ярмарку, потом возможно вечером еще на море приду, но это так, как вариант, сейчас я посмотрю время вылета, потому что может быть его перенесли, тогда будет понятно. Море сегодня чудное, но не такое теплое, как было раньше. В общем, с пляжа идем на эту ярмарку, там три ряда их стоит, и вот такие длинные ряды, поэтому не знаю, насколько меня хватит пройти это все, наверное, я в середине буду заходить, не пойду я туда на край, прям очень далеко, вот такое сегодня небо, такие горы, такая погода, по прогнозу 24 градуса, но на солнце аж закипаешь, возможно в тени и 24, вечером всегда, да, немножечко так даже прохладно, вот видите, она у меня прямо на пути, эта ярмарка, то есть я всегда ходил вот по этому пути, там сзади этот сад, который все время проходил, а теперь тут вот такая длинная ярмарка, куча автолавок, натянутые тенты, вот такая тут переездная ярмарка по четвергам, где тут пролезть можно, тут нельзя, там нельзя, все загорожено, ой, тут тоже какая-то примерочная, сейчас тогда по самому краю обойду, вот такая вот вещевая ярмарка, гастролирующая, так скажем, вещи, 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 по второму ряду то же самое, всякие платки, шарфы, все что хотите, футболки, толстовки, цена в евро, видите, все по 10 евро, ценник я могу сказать нехилый, но вроде как торговаться можно, вот Тетлида у нас, любительница вееров, наверное придется мне купить ей веерку, так, ну вот такой вот веерок я взял, симпатичный, тут все города, со старинными городами, Сидек, Кемер, Белек, Анталия и Алания, все турецкие города, которые рядышком, туристические, тут у нас мыло какое-то, возможно парфюм, я где-то найду, это магниты, там всякие тарелочки, в общем это сувенирчики для чая, кружечки, все по 5 долларов, да, 12-5 долларов стоит, 12 штук, парфюм пошел, у них иногда стоит ценник и написано сколько штук, вот за 3 штуки 5 долларов, почему-то тире евро, совсем не одинаковая должна быть цена, это детские товары, ну по тому ценнику не особо много скидывают, вот за веера я, ой сколько сторговался, ой что-то мозги у меня распарились, плавки, плавки можно будет глянуть, кстати говоря, кепки, полотенца, халаты, ну вот один ряд я пробежался, постельное белье, то чего не попрешь отсюда, собственно, видите, 5 долларов стоит 12 магнитов, любых на выбор, я так понимаю, вот любимая турецкая, это глаз, вот этот вот с глазом, сувениры видите, всякие разные, с ракушками всякие, это амулет, который мне сказали, я его не вижу, женский амулет, рука должен быть, тут только глаза, всякие разные, в общем взял я себе плавки, не могу сказать, что слишком сбиваются, цену на тысячу рублей я взял 10 плавок, это получается по 100 рублей плавки, ну как бы дешево, конечно, но все равно, привет, добрый, хороший, хедрый, ага, мы жадные, да, видите, как они подкатывают, можно сказать, носков я набрал, трусов сейчас тоже накупил, наверное, можно мне и выйти уже к отелю, здесь такие где-то ходы находишь, можно выскочить по 100 рублей, ну в принципе и в магазине можно было купить за 120, за 150 плавки, ну я не скажу, что прям суперский товар, кстати, по качеству я так прошелся, потрогал, разнообразие больше, а все-таки это такой, все, что там написано, Tommy, Hugo Boss, все вот эти известные бренды, бренды, это все, конечно, подделки дурецкие, понятно, что ничего оригинального здесь нет на рынке, иду в отель, очень жарко на солнце, прям закипаю, у меня все руки пооблизали, не знаю, видно, нет, это не соль, это я облизаю, потому что руки на велосипеде тоже были открыты, и они в первую очередь у меня сгорели, не стал я уже искать ароматические всякие масла, которые я хотел найти, но я думаю ценник будет тоже аховый, если они там даже и есть, я парфюм как-то быстро так проскочил, потому что начнут впаривать конкретно, впаривать они умеют, как оказалось, не навязчиво так, но умеют, кто с кем торгуется, непонятно на таких рынках, вот иду с ярмарки, фонтаны работают, видите, я сгорел их сегодня в запусте, потому что жарко очень, в жаркие дни их запускают, а когда пасмурно, они не работают, или вечером поздно, ярмарка меня не вдохновила, уже не помню, там говорил, это выше нет, ширпотреб, как вот у нас китайцы на барахолке выставляют, разнообразие, да, если что-то вам нужно найти конкретного цвета, какого-то там интересного покроя, наверное, можно найти, но качество ткани и вообще качество самого товара ожидает лучшего, поэтому я купил только трусы и веера, и свалил оттуда, больше ничего, все турецкие подделки под известные европейские бренды, начиная от парфюма, заканчивая одеждой и обувью, поэтому это однозначно все подделки, кожаные есть тоже товары, но кожей тут никого не удивишь, поэтому они ее везут из какого-то региона, прям кричат, что оттуда везут, поэтому кожа, возможно, турецкая, там хорошая, но не особо дешево, в общем, то столько и стоит, вот за сколько они продают, можно поторговаться, но сбивают не сильно цену, поэтому думаю, что магазин в Айкики намного конкурентнее этого всего барахла, там и качество ткани хорошее, и сам покрой, пошив, все хорошо, здесь все-таки барахло. Надо, наверное, в дорогу что-то себе купить, потратить оставшиеся лиры, чтобы не тащить их в аэропорт. Очень жарко на солнце, я представляю, как будет жарко завтра. Сегодня еще умеренную температуру прогноз погоды показывает. Вот наш опять супермаркет. А, собственно, я взял какую-нибудь водичку бы. А, может быть, и ничего бы не брал. Можно его так на лотке купить. Ой, жарко очень. Субтитры создавал DimaTorzok